Сетевая выживалка Все, кто не стали монстрами, превратились в мета-людей со сверхспособностями, но даже для них опасна зараженная вода и пища. Набор особенностей вполне привычный — открытый мир, строительство базы, поиск ресурсов, сражения с инфицированными и другими выжившими. Но пользователей привлекло другое — быстрая прокачка без монотонных действий, облегченные механики выживания, грамотный баланс, подробная система оружия и снаряжения и интересный антураж. Впрочем, некоторые вместо цельной игры увидели набор идей из разных проектов. Посмотрим, удастся ли Once Human стать особенной. В четверг Devolver Digital выпустит самый нестандартный шутер этого лета — Anger Food от южноафриканской Free Lives, создателей Broforce и Terra Nil. Стрелять здесь, конечно, придется, но ключевой механикой авторы сделали пинки. Пинать нужно все подряд — двери врагов объекта окружения. Видимо, в детстве герой складывал принадлежности в пинал, и эта привычка перешла с ним во взрослую жизнь. Так или иначе, стремительные полеты по уровням в затянувшемся велосипедном ударе Лю Кана — это еще не все. Будет сюжет про освобождение города от гангстеров, кроссовки с разными боевыми стилями, секреты, стильная картинка и убойный саундтрек в стиле Hardstyle. В тот же день новейшая Ace Combat с подзаголовком Skies Unknown приземлится в компактном аэропорту Nintendo Switch и получит бурные аплодисменты в свой адрес, если по пути умудрится не растерять свою красоту и технологичность. В пятницу авторы юмористических симуляторов Oh, Sir! предложат стать последним алхимиком. В The Last Alchemist предстоит создавать предметы, машины и приспособления, завоевывать доверие грибного народа, без которого ничего не будет работать, собирать ресурсы и смешивать эссенции, чтобы получать зелье. Вот такое безудержное везелье. Немного о недавних релизах. Ролевой экшен The Legend of Heroes Trails Through Daybreak от Nihon Falcon 2021 года, который все это время был доступен только на японском, наконец получил полную английскую локализацию, а заодно вышел на Switch. Эта игра — часть гигантской франшизы The Legends of Heroes, существующей с 89-го года и включающей больше двух десятков релизов. Но есть и хорошая новость. Trails Through Daybreak — первая часть новой арки. В новой области мира и с новым героем, поэтому отлично подходит для знакомства с серией. А это того стоит, если любите взрослые мрачные истории и нескучные пошаговые сражения. Да и вообще ее называют одной из лучших JRPG последнего времени. Тех, кто скучает по старым трехмерным платформерам, может привлечь Frogan Anko. Самостоятельное дополнение к инди-хиту 2022 года и сиквел в одном флаконе, с той же низкополигональной графикой в стиле игр для Nintendo 64 и первой PlayStation. Здесь тоже есть локальный кооператив, а главное — пушка-лягушка. Не путать с русскими сказками, там была мышка-нарушка. И с гриффинами, там была птица-синица. За подробностями обращайтесь к рецензии Алексея Лихачева. Ссылку оставили в описании. Платформенный файтинг Multiverses продолжает хорошеть после перезагрузки. Крупное обновление вернуло послематчевую статистику и бесплатные ежедневные предметы, смягчило микроплатежи, а также добавило новый режим, где каждый сражается сам за себя. Возможность наблюдать за поединками в роли зрителя, а еще — нового персонажа агента Смита. Пока БАЭС доступен только в рамках особого события, а 23 июля его выпустят отдельным DLC. На этом все. До встречи в следующем выпуске GamesBlender, друзья!